Карина Манукян торгует на параллее 5 лет. И хоть сейчас ее ролет идет под снос, не жалеет об этом. Все прекрасно понимают, что такая хаотичная застройка красоты этому месту не добавляет. Да и сервис должен быть в первую очередь удобным для покупателей. Мы все тоже, конечно, так думают, потому что надо, скорее всего, убрать варахло, красиво сделать, чтобы все было красиво. Мы за красоту, за порядок, за нашего города Анапы. Мы всегда будем следить за порядком, чтобы наши отдыхающие побольше приехали. Мы тоже должны быть, как в европейских странах, тоже красиво должно быть. Необходимость перемен назревала давно. Катализатором стал визит мэра Анапы. В марте, во время рабочего объезда, Василий Швец побывал на параллее. Здесь же он дал поручение навести порядок с торговыми павильонами. Они никак не вписывались в общую концепцию курортной территории. У нас не город-рынок, у нас город-курорт. Еще раз повторяю. Поэтому вот эти истории все максимально оперативно проверить, собрать. Если здесь есть нарушение законов, демонтировать. Других вариантов у нас просто нет. Все, что касается места, где должны люди комфортно проходить от мест своего размещения до моря, должно быть еще раз комфортно, безопасно, уютно. Вот это явно не пример. Сегодня здесь практически освободили все павильоны от торгового оборудования и идет активный демонтаж строений. Под снос пойдут 35 ролетов и один магазин. На их месте будет оборудована современная пешеходная зона. Все положительно отреагировали. И как бы люди подключились сами. Сами самовольно убирают. Все понимают, что это все устарело. И хотят, чтобы больше отдыхающих приезжало, чтобы курорт процветал. И в будущем какой-то общий найти. И сделать Питязева более привлекательной для туризма. Мы все поддержали главу. И самовольно все убирается. Без принуждений, без ничего. Как бы уже работаем больше 20 лет на пляже. И мы это понимаем, что с каждым годом надо лучше и лучше. Потому что наши туристы выбирают другие города. Не города даже, как за границей. Турция. У нас лучше, чем везде. Самые лучшие пляжи только у нас в Анапе. Рядом с предпринимателями работают специалисты ремстроя. В случае необходимости они помогают с демонтажом и вывозом строительного мусора. Наведение порядка на всех курортных территориях идет полным ходом. Так, на центральной набережной уже снесли целый ряд ларьков, которые стояли на муниципальной земле. Теперь гости и жители Анапы наконец-то смогут наслаждаться прекрасными видами на море. Те предприниматели, у кого торговые точки работают на законных основаниях, также включаются в процесс благоустройства. К примеру, это кафе на берегу Анапки работает уже более 15 лет. Его внешний вид явно устарел. Собственник демонтирует нынешнее строение и возведет новое, но уже с учетом единого архитектурного стиля набережной. На данный момент снимаем профиль. Ну и из-за ветра пока приостановились работы. Планируем снять все плохие старые металлоконструкции. Ну, в дальнейшем поставим все новое, чтобы смотрелось красиво на этой набережной. У предпринимателей осталось всего две недели. Анапа откроет курортный сезон раньше обычного. Уже 1 мая наш город будет готов принять гостей. Руслан Душевский, Анапа, регион.